В этом видео мы поговорим о том, что такое консенсус и майнинг. Перед тем, как смотреть это видео, вы можете ознакомиться с тем, как появился блокчейн и какую проблему он решает, из чего состоит биткоин и что такое транзакции и блоки в биткоине. Особенно рекомендую посмотреть часть номер три, потому что там описываются внутренние механизмы, того, как все это на самом деле организовано. Что такое транзакция, как они укладываются в блоки, что такое блок, почему вообще нужен этот блок. Итак, начнем с консенсуса. Термин можно слышать, когда говорят о блокчейне, много упоминается это слово. Первый раз я его услышал, когда пришел на митап, еще ничего не знал о блокчейне, и там говорят консенсус то, консенсус все. Такое вот ужасное было состояние, потому что вроде как все его используют, блин, а что это такое, непонятно. На уровне общего смысла понятно, что это такое, а что конкретно в обучении непонятно. Сейчас разберем. Итак, консенсус это принятые решения в децентрализованной сети, с которым согласны все честные узлы. По аналогии, например, что можем сказать. Например, вот у нас есть семья. Допустим, наша семья это децентрализованная сеть. Есть папа, мама и трое детей. И у нас демократия, предположим, демократия. Семья собралась и решает, куда поехать в отпуск. К, скажем, бабушке в Египет или на речку с палатками. И заранее Света говорила, что если трое или больше проголосовали за какой-то вариант, то все остальные с этим соглашаются. Даже если они внутренне не согласны, хотят, например, на речку, а все проголосовали за бабушке поехать, ну, тогда все равно. То есть они уже говорят, что хорошо, я понимаю это мнение, я с ним согласен буду. Такая же идея и здесь. То есть какое-то решение будет принято всей сетью, сеть будет с ним согласна. Консенсус протокол это правило, по которым децентрализованная сеть приходит к консенсусу. То есть в случае с отпуском, консенсус, это семья согласилась поехать к бабушке. Вот он, вот он наш консенсус, решение. А консенсус протокол это то, что если три или больше человек сказали, что едем туда-то, то все остальные согласны. Вот он наш протокол. Консенсус достигается при генерации блока. То, что мы рассматривали с вами в предыдущем видео, когда майнер подбирает случайное число, чтобы хэш блока был определенным, вот это и есть консенсус протокол, в котором написано, что хэш должен быть определенный, чтобы в нем было вначале определенное количество нулей. И если это количество нулей достигнуто, то вся сеть согласится, что блок правильный. Вот он наш консенсус. То есть по сути вот в криптовалюте консенсус, предмет консенсуса, о чем договаривается сеть, это о том, какие транзакции считаются одобренными. То, что включено в блок, те транзакции, которые включены в блок, вот по ним и происходит консенсус. Если не вводить специальный протокол, то каждый будет принимать решение, какое захочет. Например, семья не договорилась о том, что нужно три голоса и больше, чтобы поехать в отпуск. Соответственно, все собрались, и папа говорит, я хочу в Египет. Мама говорит, я хочу к бабушке. А дети говорят, а мы хотим на речку. Или в Египет, или на речку. И меняет постоянно свое время. Ну, хаос на самом деле. В этом случае сработает единственная ситуация, если папа ударит кулаком по столу и скажет, так, все, едем, куда сказала мама. И поедут туда, куда сказала мама. И это называется, соответственно, авторитарное принятие решений. В децентрализованной сети авторитарного принятия решения нету, происходит децентрализованное принятие решения. В биткоине нету папы, который ударит кулаком по столу и скажет, вот эту транзакцию считается одобренной. Ни одно правительство не имеет контроля над этой сетью. Никто не имеет контроля единоличного над этой сетью. Контролирует его сообщество. По вот этому определению вопрос есть? Супер. Есть разные способы нахождения консенсуса. Первый вариант, когда папа бьет кулаком по столу, или президент говорит, посадите такого-то, или генерал говорит, идем туда. Вот это называется proof of authority, когда есть авторитетное какое-то лицо, оно сказало, идем туда-то, если главный сказал, идем туда-то. Или если сидит в совещании, 15 человек, спорят, 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 в какой-то момент главный сказал, будет так-то. Все, все делают так, споры прекратились. Вот он proof of authority. Это не блокчейн, в блокчейне так не делается. Есть сейчас, скажем так, сети, проекты, которые заявляют, что они блокчейн, но внутри работает механизм proof of authority. Это ни в коем случае не блокчейн, это, скажем так, желание на хайпе взлететь. У proof of authority есть определенные преимущества, это позволяет вам быстрее принимать решения. Естественно, например, когда нужно в бою армию отправить с левого фланга на правый, не нужно будет собирать всех солдат и спрашивать, а хотите ли вы пойти с левого фланга на правый? Времени нет. Нужно, чтобы генерал сказал, идем слева на правый. В этой ситуации такой механизм оправлен. Или когда там есть совещание кризисное и нужно принять решение на выходе этого совещания, соответственно, если решение не принять, будет хуже. Поэтому если хоть какое-то решение принято, бывает, что это лучше. В этом случае proof of authority подходит. Но это не про блокчейн, все. Поэтому остерегайтесь тех проектов, в которых внутри написано, что вот у нас есть узлы, которые там, они что-то делают, а у других доступа к этому нету. Как это звучит? Есть какие-то узлы, которые контролируются владельцами проекта, и они решают, что хотят. Вот вам, пожалуйста, proof of authority, а у других доступа к этому нет. Ну, вот такой уже не блокчейн-проект. Одно только слово внутри написано. Блокчейн, но на самом деле не блокчейн. Proof of work. Это самый распространенный алгоритм консенсуса, первый, который появился. Когда консенсус есть, если для принятия решения проделана заранее согласованная работа. В случае с биткоином, работа в том, чтобы подобрать такое случайное число, при котором хэш от блока будет нужный. Такой, как заранее договорились. Вот если работа проделана, майнер перебрал сколько-то триллионов хэшей, триллиардов, ну, чего-то хэшей, нашел нужное число, которое соответствует нужному хэшу блока, вот, пожалуйста, все будут согласны, что этот блок принят. Работа, то есть, состоит в том, чтобы перебирать это число и считать хэши. Поэтому и, собственно, считается там мощность майнинг ферм в хэшах в секунду, мощность там всего биткоина считается тоже в каком-то количестве экзохэшей в секунду и так далее. В принципе, теоретически можно придумать какую-то другую работу, более полезную. Не просто сжечь электричество и считать хэши, а, например, там, искать лекарство от рака или анализировать ДНК. Но пока никто не придумал алгоритм типа хэша для этой задачи, который был бы теми же качествами обладал, что примерно был бы равномерный шанс решить задачу у всех, что можно было бы быстро в обратную сторону проверить, что действительно результат такой, как надо. В хэше для того, чтобы подобрать хэш, надо очень много усилий потратить, но для того, чтобы проверить хэш, достаточно один раз его посчитать. То есть проверка быстрая, подбор долгий. А вот в других задачах применениях вот такую задачу сложно выделить. Поэтому, собственно, вот хэш сейчас наиболее популярный. Есть попытки другого рода системы создать, будем надеяться, что когда-нибудь их придумают. И тогда все это электричество, оно будет еще более полезно использоваться. Но как мы с вами говорили в первом видео, даже сейчас это электричество жжется не зря, потому что оно позволяет всей сети этой биткоине работать, позволяет транзакции отправлять, то есть деньги друг другу передавать, то есть обеспечивает эту инфраструктуру. И если сравнить ее стоимость сейчас со стоимостью всей банковской системы, еще вопрос, что там окажется... Ну, вернее, банковская система, естественно, окажется, что она дороже нам обходится, но она и сервисов сейчас больше предоставляет. Но не надо забывать, что биткоин – это лишь зачаток, это только первые шаги. Когда банковская система появлялась, она тоже была гораздо менее эффективной. И на единицу пересылаемых денег приходилось больше затрат. Но может оказаться, что даже вот эта вот система платежная, она не такая уж и неэффективная, если посчитать зарплаты, там и офисы и прочее. Для других работников традиционной финансовой системы. Помимо Proof of Work есть Proof of Stake алгоритм. Proof of Stake – это когда консенсус есть, если оговоренный процент держателей доли согласен с решением. Например, предположим, есть 21 миллион биткоинов. Не, ладно, возьмем не биткоин, возьмем эфир. Поскольку биткоин на Proof of Stake не собирается, а эфир собирается. Есть, например, 1 миллион эфиров, который принадлежит людям по всему миру. Мы говорим, например, что если из этих 1 миллиона 500 тысяч и 1 эфир согласны, то есть владельцы 500 тысяч и 1 эфира согласны, что вот этот блок нужно считать подтвержденным, то, соответственно, блок считается подтвержденным. Процент может быть разный, может быть 51, может быть больше, меньше не может быть, потому что если меньше часть сети согласилась по блоку, то возможны ситуации, когда две меньших части сети договорились по двум разным блокам. И уже консенсус, соответственно, никогда не будет. Поэтому какая-то часть сети согласна, и, соответственно, блок подтверждается. Вот этот алгоритм с точки зрения его программирования очень сложный. То есть Proof of Work гораздо проще, Proof of Stake сложнее. Плюс там вводятся вопросы, а как быть, если в данный момент учательник сети не в сети, а у него много эфиров. Соответственно, как ему поучаствовать в этом голосовании. И вот эти моменты, они постепенно прорабатываются. Существуют уже системы, в которых есть гибридный алгоритм Proof of Stake и Proof of Work. То есть там Proof of Stake используется для части операций. Соответственно, в эфире, в скором времени, мы надеемся, в этом году уже тоже Proof of Stake будет интегрирован. Он, чем хорош, тем, что там как раз не нужно тратить такое количество электроэнергии, для того, чтобы блоки подтверждать. Можно подтверждать гораздо быстрее, меньшими трудозатратами и энергозатратами. Proof of Activity. То есть, как видите, тут такая же аббревиатура, как и Proof of Assurity, но другая идея совершенно. Это смешанный алгоритм Proof of Work и Proof of Stake. Можете почитать про него более подробно в интернете. Proof of Burn. В этом случае майнеры тратят валюту на майнинг. Что-то вроде такой схемы. Я прихожу и говорю, я хочу подтверждать транзакции. Мне говорят, хочешь подтверждать транзакции? Сделай, пожалуйста, депозит. Положи его на этот кошелечек. И если ты... И для того, чтобы майнить, от этого депозита твоего будет немножечко браться денег. А если ты нарушишь правила сети, например, генерируешь блок, ну, не по правилам, то твой депозит могут забрать, как наказание. Соответственно, майнеры делают вклад, то есть платят за то, чтобы майнить, а наградой получают комиссию. То есть, то, что они берут с сгенерированных блоков. Комиссию и эмиссию. Но вы сгенерированы, ну, например, биткоинов, в случае, если бы это работало в биткоине. Таким образом, получается механизм давления на майнеров. То есть, они не просто пришли и хотят майнить, хотят нет. А он майнит, делает депозит. Соответственно, имеется механизм его наказания за то, что он себя ведет плохо. Сразу вопрос. А что значит с майниной блоком не по правилам? Ну, например, я взял и модифицировал код клиента майнинга. Сказал, что вот у меня, например, битс будет не таким, как надо, а другим. Для того, чтобы мне было гораздо проще сгенерировать блок. И такой блок сгенерировал. Отправил его в сеть. Соответственно, сеть посмотрела, что какой-то блок неправильный, кто-то пытается читерить в сети. И наказала этого человека. Все, понятно. Еще, ну, это на самом деле синтетический пример. Может быть более реальный пример. Например, кто-то пытается произвести атаку на сеть. То есть, захватить большое количество мощностей и сделать двойную трату средств. То есть, например, я там злоумышленник отправил деньги от Саши и отправил деньги еще Пете. Соответственно, если все идет по правилам в одном блокчейне, я этого сделать не могу. Потому что майнер, первый, который получит транзакцию от Саши, ее подтвердит. А тот, кто получит транзакцию для Пети, ее не подтвердит. Он посмотрит, что уже эта транзакция потрачена. Все, деньги брать нельзя. Но если я возьму и разветвлю блокчейн, используя огромные мощности, у меня это теоретически может получиться. И в этом случае майнера тоже можно наказать за то, что он такие вещи делает. Потому что где-то там у него был депозит. И если будет обнаружено, что он пытается такую атаку произвести, можно этот депозит забрать и разделить между всеми справедливыми, например. Идем дальше. Proof of Capacity. Это логика такая, что чем больше у узла памяти, или оперативный RAM, или дискового пространства, HDD, тем больше у него шанс генерировать блок. Такой консенсус планируется в проекте Filecoin. Как именно оно работает, сильно детально не расписано пока в Filecoin. Принцип такой, что чем больше у тебя дискового пространства, чем больше пространства ты отдаешь в использовании сети, тем больше у тебя шанс генерировать блок. Соответственно, выше твой шанс на награду. Вот это вот, в принципе, тоже интересный алгоритм, потому что внутри Filecoin на нем будет завязано предоставление своего пространства в пользование. То есть можно будет свои дисковые мощности отдавать в аренду, получать награду за то, что ты участвуешь в консенсусе. А другие люди смогут хранить фильмы, документы и так далее на распределенном хранилище. И в теории, как у нас сейчас звучит, что такие хранилища окажутся на порядок дешевле, чем сейчас у Google или у Amazon. И более надежные, потому что они никем не контролируются. Но там есть свои сложности, можно прочитать про Filecoin и IPFS системы, если интересно. И есть еще алгоритм Proof of Lapse Time, POET. У него консенсус происходит внутри специальных защищенных типов SGX или Software Guard Extension. Это чипы, вот их сейчас делает Intel. Смысл их в том, что код, который помещен в SGX, так хитро исполняется, что нарушить его работу невозможно. То есть хакер не может забраться внутрь чипа. Он делает именно то, что было задумано. И таким образом можно сделать, что у всех майнеров будут стоять эти SGX. Майнеры не смогут щитерить и поменять их логику. А чипы SGX будут между собой договариваться по всему миру. Потенциально вот это тоже более быстрый вариант консенсуса. У него есть недостаток, конечно, большой. Это то, что требуется специальное программное аппаратное обеспечение. То есть в случае с биткоином, если у тебя видеокарта или даже нет видеокарты, можешь присутствовать и майнить. Теоретически, конечно, это возможно. Практически шансов с майнить блок будет очень мало. Но здесь даже теоретически участвовать в сети, ты не сможешь без этого расширения. Но на другой стороне лежит более высокая скорость работы в сети. Поэтому вопрос есть. Супер. Идем дальше. Теперь майнинг. Что такое майнинг? Майнинг это поиск консенсуса. То есть майнеры, опять же, говорят, что майнеры жгут электричество и так далее. Жгут они его не просто так. Они его жгут потому, что нужно искать консенсус. Нужно, чтобы транзакции подтверждались. Вот они такую работу совершают. Выглядит примерно так. Как мы с вами говорили в предыдущем видео про транзакции и блоки. Нонс подбирается вот такой-то хэш. Неправильный. Нонс подбирается такой-то хэш. Неправильный. Нонс такой-то. Хэш такой-то. Правильно. То есть нужное количество нулей достигнуто. Пожалуйста, вам блок сгенерирован. Вот видеокарта все это время пыхтела, нам генерировала эти блоки. Видеокарты в майнинге используются не просто так. Используются они потому, что внутри видеокарты ведется параллельная обработка данных. То есть видеокарты же изначально задумывались для того, чтобы видео обрабатывать. А когда обрабатывается видео, там идея такая, что множество разных элементов, то есть там объектов внутри картинки, там цветов и так далее, они могут обрабатываться параллельно. И они запускаются внутрь видеокарты параллельными такими потоками, там тысячи, миллионы, миллион потоков. Что-то можно так себе представить упрощенно, что каждый пиксель обрабатывается в отдельном потоке на этой видеокарте. Как будто отдельным маленьким процессором. Таким образом, большое количество вычислений делается очень быстро. Да, посчитать один пиксель тяжело, но учитывая, что они не считаются последовательно, а все параллельно, то вот, пожалуйста, вам видеокарта много данных обработала. Генерация блоков, она тоже может быть распараллелена. То есть, один маленький поток внутри видеокарты будет считать такой хэш, другой будет считать такой хэш. Сразу можно там миллион хэшей попробовать посчитать, миллион нонсов перебрать. Таким образом, видеокарты за счет своей параллельной внутренней структуры, они очень хорошо подходят для майнинга. Процессоры, наши CPU, они для параллельной работы не подходят. У них там два ядра, четыре ядра, восемь ядер, шестнадцать ядер, но не миллион ядер, не тысяча ядер. Соответственно, они это все делают гораздо меньше. И то же самое ASIC, которые есть, интегральные схемы специализированные для генерации, для майнинга криптовалюты. У них внутри тоже много параллельных схем. Каждая схема, она может считать свое случайное число, попробовать перебирать. Соответственно, таким образом распараллеливая огромное количество вычислений. Поэтому вопрос есть. Вот пример того, как вычисляется блок. Условно, у нас есть много нодов, мы выбрали три из них, 433, 722 и 281. Они что-то типа бросают кости. То, что они генерируют блок, пытаются найти случайное число, чтобы хэш был нужным, можно представить себе как бросание костей. Вот один бросает, бросает не получается, другой бросает, бросает не получается. А у этого раз и получилось, сгенерировал. Что он делает? Вот он блок этот создал. Он берет и шлет всем узлам этот блок. Здесь он еще и себе отправил. Ну, смысл в том, что он к себе блокчейн добавил, отправил соседу, еще одному соседу, а те разослали своим соседям. Таким образом, вот этот новый сгенерированный 23 блок, он всем попал. А вот этим пацанам не повезло, они блок 23 не смогли сгенерировать, но они теперь начнут 24 генерировать по той же логике. И когда-нибудь им повезет. С этим понятно? Ну, кроме того, что им может не повезти никогда. Ну, на самом деле, в принципе, так и есть, потому что для отдельного взятого компьютера сгенерировать блок в биткоине очень-очень уже слабо реально. Но можно участвовать в пуле, про это поговорим чуть-чуть, для того, чтобы сгенерировать блок. И, соответственно, тогда ты, конечно, навряд ли ты когда-нибудь сгенерируешь блок. Шанс есть небольшой, но небольшой. Но, тем не менее, ты будешь получать небольшой доход с каждого сгенерированного блока, который ваш пол сгенерировал. И можно, таким образом, получать небольшую денежку, но постоянно. Итак, майнинг. Это поиск консенсуса через механизм Proof of Work или через алгоритм Proof of Work. Майнер качает, для того, чтобы майнить, майнинг качает клиент полного узла из интернета. Ну, по сути, программу скачивает себе на компьютер, на свой Windows или еще что-то. Клиент, первым делом, когда его запускают, вот этот вот скачанный клиент полного узла, он качает чейн с других узлов, то есть соединяется с узлами биткоина и начинает себе выкачивать этот самый чейн, как в торрентах. Качает, качает, чейн уже достаточно большой, несколько сот гигабайт, то есть, соответственно, это займет какое-то время. Если у вас пропускной канал плохой, то, может быть, и очень много займет. Если хороший, то за пару дней, может, даже пару часов, ну, смотря у кого канал скачается. Логика майнинга зашита в код клиента. Вот что важно. Где же та самая вот идея, где этот консенсус весь, то есть, почему сеть работает? Работает она, потому что внутри кода вот этого клиента зашита, как именно сеть договаривается. Через сколько блоков надо обновлять битс, об этом в прошлом видео. Через какое количество блоков меняется размер награды майнеру и так далее. Все это зашито в коде клиента. Код клиента так просто поменять нельзя. Если кто-то один поменяет код клиента, то его блоки просто не будут принимать, если они нарушают общий консенсус. Соответственно, чтобы поменять код клиента, надо, чтобы сообщество договорилось, как этот код меняется. Соответственно, изменения будут внесены, и после этого большая часть сети должна себе обновленный клиент установить. Только после этого будет считаться, что вот сеть перешла на новую логику. Это все не так просто. Это и минус, и плюс. Минус в том, что сложно быстро адаптироваться под изменения. То есть, там, нашли какой-то баг, ввели регуляцию. Сеть неповоротливая, она за один день не адаптируется. Но, с другой стороны, поменять что-то быстро тоже не получится, если там взлом какой-то кто-то захотел сделать. За один день взять и взломать сеть, ну, вот уже так нельзя взять и всем залить новое программное обеспечение. Ну, нету какой-то точки, в которой можно взять там, поставить новую версию, и все, и все майнеры автоматически обновятся, как в Windows. Ну, нету такого уже теперь. То есть, сеть получается очень такая инертная, то есть, имеет большую инерцию, ее остановить непросто. Требуется на это время. Ну, и, соответственно, если майнер изменит код и нарушит общепринятую логику, его блок не примут честные узлы. Тут не видно? Узлы. То есть, соответственно, те, кто поддерживает общий консенсус и протокол, они просто его блок не примут. Майнер, майнинг, ну, в принципе, вот примерно так выглядит. Есть какое-то количество компьютеров, там, или асиков, или видеокарт с материнками включенными. Ну, это, если профессионально этим заниматься. То есть, вот там стойка пошла, и сверху такая же, и снизу такая же, и влево такая же. То есть, большие майнинг-фермы, они вот на самом деле большие. Это может быть огромный ангар, там, или набор ангаров очень большой. Для того, чтобы майнить, тут еще отдельное внимание уделяется, конечно, охлаждению, потому что видеокарта, она, в принципе, греется неслабо, а если их много, они греются тем более сильно, и нужно как-то тепло отводить от них. Соответственно, система охлаждения достаточно серьезная должна быть. И энергозатраты идут не только на то, чтобы питать все эти видеокарты электричеством, но и на то, чтобы тепло отводить. Поэтому, когда говорят насчет рентабельности майнинга, рентабельно майнить там, где дешевая электроэнергия, и там, где дешевое охлаждение. Например, если взять на Северном полюсе поставить майнинг-ферму, то, вероятно, охлаждение там будет достаточно хорошее. Ну, или в горах где-нибудь поставить. Охлаждение будет хорошее, потому что вокруг холодно. Другое дело, что обслуживать будет сложнее. Но важно, чтобы еще и доступ к электроэнергии был. На Северном полюсе, конечно, там не такой хороший доступ к электроэнергии. Но в космосе, например, если запустить все это в космос, тоже охлаждение можно организовать, солнечными батареями энергию собирать. К слову сказать, некоторые блокчейн-проекты уже заявляют, что они свои спутники в космос собираются запустить, как такую маркетинговую акцию, что вот у нас блокчейн настолько безопасен, что узлы крутятся в космосе, и до них добраться еще сложнее, чем для какого-нибудь китайского майнера. Поэтому вопросы есть. Идем дальше. Награда за майнинг. Во-первых, майнер получает, ну, сейчас говорим в биткоине, майнер получает награду за создание блока. То есть в систему, в код клиента зашита логика, что каждый раз, когда майнер сгенерировал блок, он имеет право получить определенную денежку. Размер вот этой денежки со временем уменьшается. Изначально это было 50 биткоинов за блок, потом было 25, сейчас 12,5. Так постепенно-постепенно оно будет уменьшаться. И как можно понять, если количество награды со временем уменьшается, когда он достигнет нуля, значит, что количество всех сгенерированных биткоинов, оно ограничено. То есть в итоге будет сгенерировано всего 21 миллион биткоинов. И все, на этом эмиссия новых биткоинов закончится, больше их новых создаваться не будет. Майнеры награду продолжат получать, они будут получать комиссию с транзакцией. Не вновь сгенерированный биткоин, а комиссия будет питать сеть. То есть сразу изначально уже в сеть было заложено механизма 2 по оплате работы майнера. Это эмиссия, которая на первых этапах стимулировала людей, пока там транзакции нету, пока комиссию брать нечего, вот, пожалуйста, вам эмиссия. А как только транзакций появилось много, вот теперь можно комиссию брать, и эмиссия становится уже и не нужна. Есть пулы майнеров, как мы с вами говорили, это объединение майнеров, которые вместе собрались и договорились, что если кто-то сгенерировал блок, то мы с вами каким-то образом разделим награду. Таким образом их собралось 1000 человек. Допустим, там сегодня сгенерировало 5 человек блок, но между всеми понемножку эти деньги распределились. И там кормилец может домой свои 10-20 долларов, там или 100, сколько там он сделал, принести. Как я говорил, сейчас награда за блок это комиссия плюс биткоины, но со временем будет только комиссия. Уже обсуждали этот вопрос в прошлом видео, вкратце повторюсь. Размер комиссии задается отправителям денег. То есть, когда я отправляю деньги, я решаю, какую комиссию я готов заплатить майнеру. Соответственно, если комиссия высокая, майнер в первую очередь мою транзакцию возьмет, и она попадет в ближайший блок. Если комиссия маленькая, майнер будет ждать, пока все блоки с высокой комиссии не будут обработаны, только после этого возьмет мою. То есть, придется ждать. На данном этапе, вот сейчас, мы видели с вами тоже в предыдущем видео, что комиссия за блок, за все транзакции, она там может составлять примерно 2 биткоина. А вновь выданные биткоины, это 12,5 биткоинов, то есть в 6 раз больше. В эфире соотношение еще больше, там порядка 10 или 20 раз это соотношение. То есть, ново сгенерированных эфиров, их гораздо больше, чем комиссия, которую получает майнер. То есть, что тут важно понимать? Что, по сути, это что-то вроде инфляции в системе. Как будто бы надбанк печатает деньги и этими деньгами платит зарплату. Действительно, такая штука есть, но со временем, со временем, эта инфляция сойдет на нет. И валюта станет безинфляционной. На самом деле, она станет дефляционной. Если спрос на нее будет расти, то, соответственно, ценность денег будет повышаться, спрос будет повышаться, а количество денег в обороте повышаться не будет. И это, многие считают это плюсом такой денежной системы, но у нее есть определенные минусы. Это значит, что может быть проблема с ликвидностью. Она неизменно будет происходить, эта проблема с ликвидностью. Если актив растет в цене, зачем мне кому-то давать свои биткоины, если я их могу попридержать, и они подорожают. А если это так, то откуда человек возьмет биткоины, когда ему понадобится заплатить за что-то? Никто ему их не продаст. Вот ему, пожалуйста, проблема с ликвидностью. Неоткуда взять деньги. Поэтому валюта дефляционная, это нехорошо. Надбанки не случайно делают валюты инфляционными, не случайно вводят маленькую инфляцию внутри. Ну, в грамотных странах, которые умеют, скажем так, с деньгами работать, с которых экономика налажена, там комиссия, инфляция, вернее, она небольшая, но есть. Как раз для того, чтобы деньги не застаивались, чтобы люди пускали их в барок. Если человек положит деньги в банк под небольшой процент, но они будут в банке работать на него, банк сможет с этими деньгами что-то сделать. Чем он положит себе в чулок и будет ждать, пока свои 10% в год он с этих денег-то имеет. Соответственно, дефляционный актив, он не ликвидный. И это, на самом деле, ну, такая немаловажная проблема биткоина. Многие говорят, что вот это классно, инфляции нет. Ну, если подумать, свои нюансы есть. По этому вопросу есть. Окей, идем дальше. Как создается чей? Я, владелец кошелька, могу отправить кому-нибудь, например, Саше, деньги, биткоины. То есть я создам транзакцию, ну, вернее, моя программа, мой кошелек создает транзакцию по моим указаниям, там я скажу, сколько денег кому отправить. Она создает транзакцию и отправит в сеть, то есть отправит в каком-то узлу. Этот узел разошлет транзакцию дальше. Это так называемый мем-пул. Пул всех транзакций. Вот он формируется, когда в него новые транзакции поступают. Естественно, транзакции распространяются между майнерами, а майнеры уже решают, какие транзакции брать и помещать в блок. Как можно понять, из-за того, что я транзакцию отправил, потом узлы ее переслали и узлы еще раз переслали, транзакцию отменить достаточно сложно, потому что ее в таком, скажем, децентрализованном виде отправили в сеть и каждый уже себе там что-то с ней начал делать. И связаться со всеми узлами и сказать, пожалуйста, отмените эту транзакцию уже может и не получиться. Потому что к тому моменту, пока мое сообщение отменить транзакцию дойдет, кто-то может мою транзакцию в блок засунуть. То есть уже не так просто. Это как учитель в школе сказал, завтра все приходим с цветами, у нас будет открытый урок, например. А потом утром проснулся и, блин, день перепутал. Открытый урок в четверг, а сегодня среда. Звонит детям, а уже 8.05. Родители пошли в магазин за цветами, дома никого нету, по мобильному телефону не отвечают, телефон лежит в машине, цветы уже купили. Там, да, он сказал, все, цветы не надо, а цветы уже купили. Ну, слава богу, с цветами завтра можно, они еще не зарянут. Вот. Но идея такая, что, когда транзакция ушла в сеть, ее отменить уже сложно. И, ну, многие кошельки уже такую возможность не предоставляют отменить что-то. Что происходит, если на двух узлах будет создано два блока одновременно? Вот это вопрос очень важный и интересный. Это, по сути, тоже составляющая консенсуса, что сеть делает в случае, если два блока сгенерированы. Такая же ситуация возможна. Что у нас было? Давайте нарисуем ситуацию. Была у нас ситуация, пусть чейн у нас растет вниз. Вот у нас был блок номер 3. Вот мы пытаемся с вами сгенерировать блок номер 4. Пытаемся. Генерируем, генерируем, генерируем. Майнер майнит, майнит, майнит. И тут у него получилось 4. Но! В это время другой майнер тоже самое пытался делать. И у него блок не точно такой же. Он туда включил транзакции, какие хотел. Кто захотел другие, включил другие. И тоже майнил блок номер 4. Для него это выглядит так? Правильно? Каждый майнит свой. Так как всем детям дали домашку в школе. И каждый делает свою домашку. Один делает одним образом, другой другим образом. И завтра все придут с домашкой. Так и здесь. Все делают свою домашку. И могут два человека примерно одновременно блок сгенерировать. Давайте рассматриваем две ситуации. Допустим, сгенерировали не одновременно и сгенерировали одновременно. Допустим, не одновременно. То есть тут уже прошло 4 секунды, когда вот этот майнер сгенерировал блок, майнер А. А майнер Б, получается, сгенерировал на 4 секунды раньше. Что произошло? Майнер Б сгенерировал и всем начал рассылать свой блок. И к тому моменту, пока я майнер А свой блок сгенерировал, уже вся сеть или большая ее часть блок приняла. Соответственно, майнер А остался у разбитого корыта. Он только-только начал отправлять, и тут ему приходит новый блок. То есть, соответственно, уже там, допустим, 80% сети. Даже нет, не так, неправильно он нарисовал. Ситуация такая, что блок начал распространяться, блок Б начал распространяться. А блок А, хотя нет, вот так и сделаем. Все, все нормально. 80% сети приняли блок у майнера Б, 20% сети, допустим, приняли блок у майнера А. Что происходит? Казалось бы, ну пусть бы вся сеть взяла и начала майнить дальше тот блок, который 80% сети приняло. Но, вот эти же майнеры не знают, какое количество сети приняло блок от майнера Б. Они знают только, что они приняли блок от майнера А. А вот этот майнер знает, что он принял блок от майнера Б. И все. Они не знают, какой там на самом деле процент. Поэтому, что происходит? Вот эти 20% продолжают майнить от этого блока. А вот эти 80% продолжают майнить от этого блока. И, как только сгенерируется следующий блок, он пойдет в сеть. И внутри есть договоренность, что если сгенерирована более длинная цепочка, то более короткая отбрасывается. Соответственно, когда вот здесь будет, допустим, здесь вот в цепочке Б будет сгенерирован новый блок, он пойдет в сеть и у тех, кто поддерживал цепочку Б, и к тем, кто поддерживал цепочку А. Б продолжит майнить с этого блока, а А по договоренности отбросит свою цепочку и перейдут уже на цепочку В. Вот идея такая. Соответственно, если в этот же момент кто-то из майнеров А сгенерирует блок и начал рассылать, может оказаться, что опять две цепочки будут продолжить существовать параллельно, пока кто-то опять не сгенерирует новый блок. Но, опять же, по теории вероятности, скорее всего, вот эти 80% быстрее сгенерируют новый блок и цепочка продолжится. Но в редких случаях возможно, что и более короткая цепочка продолжит. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда сгенерировали ну ладно временно. И начали рассылать. Допустим, 50 на 50 получилось. Ничего не меняется. Та же самая логика. Майним дальше. Учитывая, что здесь есть элемент случайности, кто-то смайнит раньше. Если смайнили, ну опять одновременно, опять майним дальше. Таким образом, в какой-то момент кто-то сгенерирует более отделенную цепочку, и она по сети разойдется. Эта штука называется коллизия. И, в принципе, коллизии иногда происходят в биткоине. Но, учитывая среднее время генерации блока 10 минут, коллизии происходят очень редко. Все очень редко. Майнеру приходится сгенерировать блок, а потом, ах, остаться у разбитого коллизии. Такое происходит, но редко. В эфире время на транзакцию гораздо меньше. Соответственно, там коллизии больше. Но они там по-своему обрабатываются. Но, тем не менее, даже там 15 секунд на блок в эфире, все еще сеть может существовать. И с этим большим количеством коллизий справляться. Поэтому правило такое, что если создано два правильных блока, цепочка разветвляется на этот момент до тех пор, пока где-то не появится блок раньше. И вот, соответственно, сеть это будет на упринь. В реальности оно так и происходит, что сгенерировалось два блока, потом кто-то раньше сгенерировал, и все. И тот один блок отбросился. И очень редко бывает, что еще один блок там сгенерировался. Что тут сильно, на самом деле, должно повезти. Ну, или не повезти. Вот это правило, это тоже часть консенсуса. То есть, Proof of Work с точки зрения подбора хэшей, плюс вот это вот правило обработки альтернативных цепочек. Поэтому вопросы есть. Отлично. Идем дальше. А дальше у нас будет следующее видео о том, в чем разница между блокчейн и биткоин. Продолжение следует.